Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Элла Суханова и Игорь Трегубенко отправились отдыхать на Сейшелы, сразу после окончания свадебного мероприятия. Перед отлётом они отправились в ЗАГС для того, чтобы узаконить свои отношения на официальном уровне. На роспись Трегубенко и Суханова позвали только своих родителей. Алексею Пирогову нравится Женя Перец. Жене Перец нравится Ваня Барзиков. Ване же нравится Маша Тулеева, а Маша не реагирует на Барзикова. Она говорит, что он на всех засматривается и только играется с девочками, которые относятся искренне к нему. А Женя Перец опозорилась, она из-за симпатии к Барзикову даже ушла от своего молодого человека Лёши. И уже на следующий день делала Ване массаж. Денис Козлович с нетерпением ждёт возвращения Натальи Бичан. Он написал, «Очень хочу хороших, искренних, тёплых отношений. Но пока той самой в женской спальне нет. Девчонки либо заняты, либо не в моём вкусе. Так что жду свою девочку и стараюсь быть активным участником проекта». Совсем скоро стартует конкурс «Человек года» и на проект снова приедет Наталья Бичан. «Думаю, мы с ней станцуем ещё не один танец». 23-летняя Стелла Мунасыпова стала участницей проекта. «Ко мне на проект пришла замечательная, нежная, милая и безумно красивая Стелла», – написал Андрей. Он сразу же устроил для неё красивое свидание, на котором подарил ей Эйфелеву башню. «Если мы не летим в Париж, Париж летит к нам сам», – написал Черкасов. Кристина Лисковец дала шанс Феде Стрелкову. Она сказала, что Федя должен извиниться перед ней на лобном месте. Федя не стал этого делать, Кристина разочаровалась в нём ещё больше. Но, несмотря на напряжение в их отношениях, всем понятно, что у ребят всё ещё есть чувства. Руслана Мишина и Кристина Лисковец хотели со своими парнями, с которыми, правда, они находятся в ссоре, поплавать на яхте. Но Семён Фролов и Федя Стрелков отправились на рыбалку без них. Девушки не растерялись и уехали отдыхать в СПА-салон. Поклонники проекта удивлены подобному развитию событий, ведь Лисковец всегда недолюбливала Мишину и всячески её оскорбляла. А на поляне Оля Рапунцель и Маша Тулеева прекрасно провели время на шопинге. Также Рапунцель объявляет кастинг «Приходи сильный, смелый, самодостаточный, будь моим защитником и опорой, и я сделаю тебя счастливым». В сети появились слухи о том, что Таня Киосе, бывшая жена Андрея Чуева, рассталась со своим мужчиной, с которым жила в Дубае. Гражданский муж Тани прогнал её после того, как узнал, что девушка снимала с его карточек деньги и переводила их в Молдову родителям. Как вы помните, 25 июня Таня привезёт на проект свою дочь Лизу, чтобы оставить её на каникулы с отцом. Но не исключено, что она и сама на некоторое время задержится на Доме-2. Катя Король опубликовала свою фотографию без макияжа. Она написала «Очень часто читаю критику, что вам не нравится мой макияж, волосы, стиль одежды и так далее. У меня нет вредных привычек, я полностью довольна и внешностью, и фигурой. Кстати, вот фото без макияжа, и ни одной пластики с лицом я не делала. Хотя мысли насчёт уменьшения носика есть». Бывший участник проекта Алекс Гулиев рассказал, что он до сих пор ждёт помощи для своего больного брата от руководства Дома-2. Что касается по поводу встречи с генеральным директором Дома-2, могу сказать, там пока тишина. Так что прошу вас, не говорите, что я получил деньги от Дома-2 и свалил с проекта. Я даже зарплату так и не увидел. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!